Ну что, всем привет! С вами Александр Котин. Меня не было три недели, у меня был такой мини-отпуск. И я снова буду раз в две недели проводить свои обзоры на канале Амаркетс в рамках проекта «Открытый микрофон». И так как вопросов по каким-то инструментам под предыдущим роликом не было, я перейду сразу к обзору тех инструментов, которые мы с вами обычно смотрим, которые входят в мой план обзора. И если вдруг у вас какие-то вопросы появятся, или вы попросите меня посмотреть какой-то инструмент, который интересен вам, пишите в комментариях под данным роликом. И через две недели в обзоре я посмотрю тот инструмент, который конкретно вам интересен. Давайте перейдем к тому, что у нас происходит на валютном рынке. Итак, по евро что мы видим? Мы видим, что у нас идет смена тренда. Видите, мы пробиваем вот этот фрактал. Соответственно, здесь у нас один, два, три, четыре развития идет пятой волны и удлинение в ней. Обратите внимание на то, что АО растет. И если мы с вами откроем эту структуру внутри, приблизительно где-то вот так один, два, и вот у нас это все будет третья волна. То есть мы находимся в третьей волне на четырехчасовом графике. Поэтому здесь я предпочитаю с меньших таймфреймов заходить в покупки. Но так как там особо сигналов не было, я ничего и не делал. Да и вообще у меня в этом месяце такой ленивый трейдинг. Я не напрягаясь сделал 7%. У меня было 7 сделок, из них только две убыточные. И я еще до сих пор стою в канадском долларе. Я обязательно его покажу, когда мы дойдем до него. А фунт. На мой взгляд, по фунту может быть, знаете, какая картина. Вот давайте обратим внимание на вот эту структуру. Здесь не было целого импульса, поэтому я считаю, что не исключено, что это могла быть и регулярная, то есть неправильная волна B под вопросом. И вверх у нас может развиваться какая-то волна C. И это в ней пока, вероятно, первая волна здесь строится. А может быть и такое развитие событий, что это будет первая, вторая, а это первая, вторая уже в какой-то третьей, например. Такое тоже возможно. Поэтому пока я обращаю внимание на то, что максималка АО была вот здесь. И значит, пока для меня это волна 3, 1, 2, 3, 4 и 5. Потом, как это выстроится, уже будет видно. Точка входа здесь была на неделе вот тут. Она была с очень коротким стопом. Я ее пропустил. Бывает такое, что я пропускаю сигналы, тем более, что я говорю, что у меня такой ленивый трейдинг в этом месяц. Первая, вторая и, вероятно, мы где-то плюс-минус в третьей волне находимся, текущего импульса на 4-часовом, плюс-минус 2-часовом графике. Вот так. Тут, на мой взгляд, была сложная коррекция А, Б, Ц, Д, Е. И здесь уже по наклону баров видно, что мы находимся в третьей волне. Поэтому здесь я считаю, что нужно рассматривать дальнейшие покупки. Может произойти так, что это 1, 2, 3, она уже заканчивается. Просто было удлинение в первой, третье, потом пятое, обновление максимумов. И увидим завершение всей какой-то первой волны на дневном графике. И начнется какая-то ее коррекция. Вот поэтому следите за обновлением данного максимума, который был 10 июня. Я думаю, что после этого у нас завершится некая первая волна. Несмотря на то, что за четвертая заходит за первую, она не обновляет минимум третьей волны. Поэтому такая первая волна вполне может здесь быть. Не надо тут ничему удивляться. Что касается франка, тут также идет удлинение. И если мы с вами откроем месячный график, то, скорее всего, данная пара возвращается в нисходящий тренд, который здесь ушел в коррекцию где-то с 2011 года. И тут какая-то сложная коррекция происходила. Сейчас я считаю, что мы можем вполне пойти обновлять вот эти минимумы и формировать некую пятую волну. По всей вероятности, если мы будем смотреть относительно уже глобального какого-то графика. А может быть просто тут какой-то идет импульс, который удлиняется. И мы пока еще с вами не можем увидеть, во что он складывается. Но во всяком случае, я бы не советовал здесь покупать. И мои рекомендации относительно того, что здесь делать, это идти по тренду. То есть тут один, два, один, два. Вот видите, видите, как АО нарастает здесь. И это уже третья в третий. То есть хотя изначально можно было подумать, что это первая, вторая, а это третья, а это четвертая. Но рынок решил иначе. И то, что мы видели как третью, у нас оказалось первая, вторая просто в новом импульсе. Первая, вторая. И тут снова первая, вторая. И это три. То есть какая-то третья в третий, по всей видимости. Тут также мы видим характеристики с вами, указывающие на то, что это третья волна. Во-первых, у нее наклон баров и наклон цены, он более вертикальный и резко растет АО. Поэтому это однозначно какая-то третья волна. Идет удлинение данного импульса. И я считаю, что мы можем обновить минимумы, которые были образованы 6 или 9 марта. А во что все это вместе сложится, это уже не так принципиально. Тут надо следить за общим трендом, уже смотреть за точками входа внутридневными, где-то вот на практически каждом откате. Иена пока мне не особо интересна. Здесь вполне возможно развитие какой-то очередной сложной коррекции. Она вообще в принципе находится в сложной коррекции относительно месячного графика. И на недельном масштабе происходит практически то же самое. То есть у нас может произойти снова обновление минимумов, мы можем пойти вниз. Почему? Опять же, потому что золото растет. Иена обычно реагирует на рост золота и начинает укрепляться по отношению к доллару. Я бы понаблюдал за пока вот этой структурой. Не исключено, видите, у меня отмечен вот этот максимум. Не исключено, что это может быть АБ и мы еще увидим какую-то волну С. И вот тогда вот отсюда я буду смотреть продажи. Я рисую вот как бы дивергентный бар с нижним закрытием, как это обычно у меня происходит. То есть на такие сигналы я реагирую. Австралийский доллар, здесь идет удлинение, то есть мы пошли дальше по тренду. Соответственно, тут говорить больше не о чем. Все, по-моему, предельно понятно. Что касается 4 часов, тут хорошо видно сложную коррекцию в 4 волне. Потом 1, 2, 1, 2 уже в 3 и идет, разумеется, 3 волна, мы удлиняемся. То же самое происходит по новозеландскому доллару. 4-часовой график практически ничем не отличается. Также была сложная коррекция 1, 2 и вот это все развитие 3 волны. Видите, здесь на АО получается обновление максимума. Тут идет удлинение в 5 и так далее. То есть развитие вот этого импульса дальше. А может быть это и продолжение будет 3 волны. Это будет видно потом. Это в данном случае не принципиально, поскольку, понимая этот момент, мы будем искать точки входа с низким риском и высоким потенциалом по тренду в виде дивергентных баров. Ну и кстати, да, хотел сказать, что на этой неделе у меня есть 3 свободных места на бесплатную консультацию. Связаться со мной можно по адресу электронной почты. Мы с вами поговорим время, которое вам будет подходить. И договоримся о созвоне по скайпу, в зуме или где вам будет удобно, в ватсапе. Мой адрес электронной почты info.fxcoach.ru вы его видите на экране. Что мы с вами сделаем на бесплатной консультации? Я поработаю с вашей ситуацией. Определимся с тем, какая у вас точка А и в какую точку Б вы хотели бы прийти в течение, предположим, года. Составим план дальнейших действий. И как вы сможете прийти из точки А в точку Б. То есть, допустим, у вас сейчас такая ситуация, что вы, например, теряете деньги на рынке, либо не можете заработать, топчетесь на месте. Я вам расскажу, каким образом вы сможете из этой вашей текущей ситуации прийти в ту точку, куда вы хотите. То есть, если, допустим, вы хотите зарабатывать 10% в месяц, я вам расскажу, на что нужно обратить внимание. И мы с вами сделаем план действий, делая которые, вы сможете прийти в эту самую точку Б и уже через полгода, может быть, через 3 месяца, может быть, через год зарабатывать 10% в месяц, к примеру. Если у вас вот такая цель, если у вас какая-то другая цель, окей, мы определимся с вашей целью. И исходя из этого, построим план действий, которые вам помогут прийти туда, куда вы хотите прийти. Ссылка также будет в описании. И там будет ссылка на мой WhatsApp, вы сможете перейти по ней и сразу же написать мне. Мы договоримся о времени консультации, я вас запишу, в назначенное время уже проконсультирую. Возможно, вам понадобится какая-то моя помощь после этого, и я вам расскажу, как ее можно будет получить. Если вы этого захотите, если мы с вами поймем, что мы с вами друг другу подходим, как наставник, ученик, поехали дальше. И, наконец, вот канадский доллар. На самом деле, я здесь несколько пересидел вот этот откат. Заходил я еще с двухчасового графика вот на этом баре. У меня вот этот бар был сигнальным, естественно, с ABC паттерна, где закончилась у меня сначала первая волна, потом, соответственно, вторая волна. И дальше вот отсюда у меня была точка входа. Вот этот откат я пересидел, соответственно, поставил сделку в безубыток. И дальше я уже удерживаю позицию непосредственно вот в этой волне. Я понимаю, что эта третья волна, она еще не завершилась. Если мы посмотрим на дневной график, мы с вами увидим, что до обновления минимума третьей волны, а пятая у нас всегда обновляет минимум третьей, еще рано. Но я, скорее всего, не буду ждать обновления этого минимума, потому что у нас еще может быть откат очередной. Потому как структура пятой волны, она обычно отличается от структуры третьей волны. Если в структуре третьей волны у нас идет резкое падение, где нет откатов, то пятая волна может вот таким возвратно-откатным движением идти. Поэтому будет некомфортно, если мы будем пересиживать очередную какую-то коррекцию, лучше выйти на минимуме этой самой третьей волны. И вот здесь я как раз и буду искать точку выхода. Пока еще здесь нет дивергенции на часовике. Ну или там на 30-минутном графике только первая дивергенция появилась. Вот так. Поэтому пока я подожду. Я думаю, что еще снижение здесь будет. Ну а потом, возможно, движение будет вот так же продолжаться. Потому что, в принципе, характер рынка здесь именно такой. А он, как правило, и сохраняется. Дальше у нас золото. По золоту идет явное удлинение. Явное удлинение. Мало того, что здесь на дневном графике вот это все может выглядеть как первая, вторая и вот это все третья. Я думаю, что золото может и дальше расти. Особенно, если мы с вами посмотрим недельный график. Здесь мы увидим параллельный рынок. И вероятен тут дальнейший рост золота. Вообще, я думаю, что тут недалеко осталось до обновления исторических максимумов, которые были достигнуты в 2011 году. Я думаю, что выше этих максимумов золото может, в принципе, уйти. Поэтому здесь лучше всего рассматривать точки входа с коррекцией в новое движение. Вот такая точка входа была здесь. Я ее, естественно, пропустил. Она была ночью. Сейчас золото продолжает расти. Серебро также продолжает расти. Здесь идет удлинение. Если мы до этого говорили 1, 2, 3, то в этом случае мы уже видим, что это удлинение в непосредственно третьей волне. И вот тут весь характер третьей волны, он очень хорошо виден. S&P 500 здесь также пока продолжается рост, но на дневном графике мы сейчас видим так называемый дивергентный бар. Обновили максимум. Обычно я беру на S&P 12-часовой график, потому что вот сейчас этот импульс весь хорошо виден здесь. И на мой взгляд, 1, 2, 3, вот это 4 и 5 в волне C, то есть A, B и C. Вот пока я думаю, что это вот так может выглядеть. Причем это вполне может быть большая B, и по завершению вот этой волны C внутри волны B мы можем увидеть еще снижение, я так думаю, к минимуму волны A. И завершить всю вот эту коррекцию. Пока я просто наблюдаю за данным инструментом. Тут также внутри идет удлинение, даже если вот сюда посмотреть на двухчасовой график. 1, 2, вот 3, 4 и тут еще, я думаю, эти максимумы локальные мы сможем обновить. Биткоин, я его немножко пересмотрел. Вообще рассматривал здесь возможность формирования сложной коррекции A, B, C, D и E. Где цена может прийти к минимумам, вот к этим. Но, все может быть достаточно обманчиво. Это все у меня нарисовано так, естественно, очень-очень приблизительно. Может быть очень просто здесь, что это просто A, B, C, где C не добивает минимум волны A, а это уже первая, вторая. Вот такой вариант я тоже здесь рассматриваю. Опять же, потому что внутри, если мы посмотрим на структуру в дневном графике, мы увидим 1, 2, 3, 4, 5. Опять здесь вот это движение, оно имеет структуру 5-волнового импульса. А если мы посмотрим на текущее движение, то здесь оно походит на коррекционное. Имеет структуру коррекционного движения, потому что в импульсах цены себя так не ведут. Поэтому не исключено, что здесь у нас может просто достроиться некая коррекция. Может быть зона вот этой предыдущей коррекции в 38,2. И отсюда мы можем увидеть какое-то движение вверх уже. Поэтому я бы пока с биткоином был очень аккуратен, поскольку даже структуру 4-часового графика это 1, 2, 3, 4, 5. Но это опять же вполне может быть только волна A. А вот это все усложнение внутри волны B, которая может быть сложной коррекцией, где цены себя могут вести в неком диапазоне, либо там уходить в сужающийся диапазон в виде треугольника и так далее. Поэтому торговать пока его сложно. И пока вот эта волна B, на мой взгляд, не закончится, никакую волну C мы здесь не увидим. Ну а после уже волны C можно будет рассматривать ее структуру и более прицельно заходить в покупки. Поэтому коррекции торговать всегда сложно. И вот сейчас мы видим, что это рынок коррекционный. Поэтому очень аккуратно с биткоином. Нефть марки Brent. Здесь мы видим удлинение импульса вверх. Пока я рассматриваю этот импульс вверх как волну C и неправильную волну B, то есть неправильную коррекцию волны B вниз. А, соответственно, в этой волне C идет удлинение. И я считаю, что отсюда мы можем еще пойти обновить вот эти минимумы в каком-то моменте. Но пока это движение восходящее, оно не закончилось. Поэтому я за ним наблюдаю. Я не торгую как бы от своих предположений или от волн. Я обращаю внимание исключительно на то, что в текущий момент происходит на рынке. Я считаю такой подход совершенно правильным. Потому что я следую в этом случае рынку. Точнее, я следую в этом случае за рынком, а не за своими какими-то убеждениями, точками зрения и так далее. И не пытаюсь быть правым. Вот это самый важный ключевой момент в моем подходе с точки зрения психологии. Потому что если вы себя уже на что-то настроили, от этого сложно, скажем так, отказаться. Вы пытаетесь быть правым. Это не совсем хорошо. Давайте посмотрим на индекс РТС. На мой взгляд, на индекс РТС идет развитие 1, 2, 3, 4 и пятой волны в какой-то вероятной первой волне. Я бы за этим импульсом, естественно, понаблюдал. И посмотрел бы за тем, что происходит вот тут. 1, 2, 3. Скорее всего, это идет развитие пятой волны. Давайте посмотрим фьючерс на доллар. Фьючерс на доллар, ну или доллар-рубль. Здесь, на мой взгляд, опять же, смотрите, какая ситуация. Я бы понаблюдал за тем, что линии баланса у нас развернулись. По всей вероятности, здесь был некий ABC паттерн, то есть коррекционная структура. Возможно, в формировании какой-то первой волны вверх идет. А вот здесь у меня есть сигнал покупки. Но так, пока на московской бирже я не торгую, я за ним просто понаблюдаю. Вот 1, 2, 3. Вероятно, вот это все ABC, это четвертая волна. То есть первая, вторая, третья, четвертая. И я думаю, что отсюда мы можем пойти обновить этот максимум и деформировать весь вот этот пятиволновой импульс. Вот как-то так я вижу ситуацию на финансовых рынках на текущий день. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Также не забывайте про то, что в описании есть ссылка, по которой вы сможете перейти в мой WhatsApp и записаться на бесплатную консультацию. Напоминаю, на этой неделе у меня есть 3 свободных места на бесплатную консультацию. И что мы сделаем, я уже сказал в середине ролика. С вами был Александр Котин. На этом у меня все. Увидимся через 2 недели. Пока.